Свеча памяти и скорби о погибших всех национальностей в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Председателя Российского исторического общества Сергей Нарышкин посетил Еврейский музей Центр толерантности. В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны здесь открылась выставка «Ни меры, ни названия, ни сравнения». Названием для которой послужили строчки из февральского дневника Ольги Бергольц. В экспозиции, подготовленной Российским военно-историческим обществом, вещи узников лагерей. Лагерей не только для евреев, но и для русских. Я напомню, что факт геноцида на международном уровне признан в отношении еврейского народа более 6 миллионов жертв. Цыган 750 тысяч и сербов примерно такое же количество. Когда мы с вами говорим о 13, 14, 18 миллионах в совокупности советских граждан, что это было как не самый чудовищный и самый жестокий деноцид в истории человечества? А это фрагмент ткани, созданный с использованием волос заключенных. «Тогда задается простой вопрос, зачем нужно все время снова повторять, все время повторять об этом. Когда человек без различия, когда у него есть равнодушность на все, что происходит вокруг, это и есть причина, почему могут произойти такие трагедии». Этот раздел выставки посвящен одной из самых драматичных страниц истории Великой Отечественной – блокаде Ленинграда. Детские вещи – собрание Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Сергею Нарышкину также показали альбом с фотографиями, сделанными нацистами. И, конечно, многое-многое напоминает о том, какой ценой досталась нашему народу свобода в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, в наши дни подавляющее большинство россиян просто не приемлют этих безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии Холокоста и о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Однозначная оценка злодеянием нацистов, данная Международным Нюрнбергским трибуналом, не подлежит пересмотру, а преступления нацистов не имеют срока давности. И, конечно же, возмущает безнравственные и кощунственные оскорбления в адрес наших уважаемых ветеранов из поколения победителей. И те, кто на эти оскорбления идет осознанно, ставят себя в один ряд способниками нацистов. На выставке в Еврейском музее показывают не только подлинные экспонаты. Здесь предприняли попытку воссоздать образ сожженной русской деревни. Заходя внутрь этой деревянной постройки, посетители выставки, по задумке авторов экспозиции, как бы оказываются в доме за несколько мгновений до того, как он будет сожжен нацистами. Служба информации Фонда Истории Отечества.